линкруста это обои текстурные такие металлизированные сделанные особым способом но смотрится они очень красиво и частенько бывают посты в интернете да так и пишут металлический фон это не фон это бой работах я тоже видела что девочки применять так вот линкруста нужно сделать они просто наклеить картинку так я делала окрашивание в оригинале вот в этой шкатулке то есть многие могут подумать да что здесь была проливка ли рельефа убирание излишков тряпочкой нет я делала все иначе я делала все иначе то есть я с грязными тряпочками здесь не были пока немножко грязные руки то есть я взяла себе сначала смешала бирюзовый цвет белая краска синяя краска и изумрудная зелень и окрасила полностью весь рельеф заготовки тоже это желательно делать синтетикой чтобы у нас получилось равномерное окрашивание поверхности после того как поверхность до бирюзовая высохла я взяла потом черную краску на палец и вот таким образом прошлась по всей поверхности до из у меня вовнутрь краска черная не попала а попала только на выпуклую поверхность был второй этап окрашивания тоже немножко тушим тему все закрепляем где-то ну один-два слоя лака в принципе достаточно уже будет походимся лаком стараемся во все углубления чтобы лак попал и особенно внимательно смотрим за тем чтобы лак не скапливался в углублениях да то есть растираем все хорошо завершающим этапом опять-таки до возвращаемся к бирюзовой шкатулкой переверта что было пагетная паста серебро не взяла с собой на золоте вам покажу точно так же как делала черной краской точно так же сделала этой пасты то есть она не везде равномерно легла то есть у меня получается такое ну что-то типа черненого золото это чем начинка проглядывают вот такой эффект и я вот как у нас делают да наоборот намазали краска до убрали излишки тряпочкой здесь вот в этом способе окрашены этого нету вообще можно же использовать какой-нибудь воск с амперией можно да да все что угодно можно акриловой краской тоже можно я раньше вот когда не было у меня этих паст никаких я тоже акрилом все это дело также пальчиком проходила но но в чем плюс вот этих всяких багетных паст восков до металлизированных причем они разные бывают эти воски металлизированные есть такие полупрозрачные есть насыщенные то есть полупрозрачные его для этих целей то не очень хорошо подойдут надо именно такой насыщенный металлик восковой а вот акрил акрил если это делать акрилом он не дает найти присутствие металла тоже видно что это краска это обычная краска поэтому все что в своем арсенале кто любит имитацию металлов иметь что-то вот такое вот такие багетные пасты они кстати очень экономно расходуются вот этот тюбик я не знаю насколько его может хватить и не на год на три на четыре точно можно но контуры металлики по своей текстуре они более такие плотные то есть они будут съедать рельеф если пальцем их наносить они будут съедать рельеф не вы попробуйте я как бы не запрещаю да надо все равно все попробовать и самой почувствовать что лучше вот я попробовав все это я остановила свой выбор на багетной пасте все остальное меня уже мало устраивает и и и